Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 408 выпуск и первый в новом 2020 году. А с вами по-прежнему неунывающий заряженной бодростью Сергей Кезоркин. Со мной не соскучишься. В Самаре начался розыгрыш «Золотой шайбы». Городской этап всероссийского турнира впервые проводится совместно Департаментом спорта и Федерацией хоккея Самары. За призовые места сражаются 17 команд в трех возрастных категориях. Главный приз – участие в финале областных соревнований. А если повезет самарским юным хоккеистам, то можно будет показать крутую игру и во всероссийском суперфинале, но уже весной. С будущими героями ледовых сражений познакомился Мастер Спорта. Фортуна просто обязана улыбнуться его команде в городском хоккейном турнире «Золотая шайба», уверен Иван Краснов, игрок Фортуны. Готовиться к соревнованиям они начали еще осенью. Играли в футбол с наступлением зимы, вышли на лед, учились забивать шайбу ворота. Получается, Фортуна рассчитывает занять первое место. У меня есть мечта только выиграть. Открывали городской этап всероссийского турнира «Золотая шайба» на площади Куйбышева почетные гости. Руководство Департамента спорта, Федерации хоккея Самары и городские депутаты. На символическое вбрасывание шайбы вышел председатель Думы Алексей Дегтев. В прошлом – голкипер подростковой хоккейной команды. Куйбышев Самара всегда был городом, где не просто любят хоккея, а сотни тысяч мальчишек разных возрастов играли и играют. И сегодня у нас созданы все необходимые достаточно условия, чтобы возродить на прежнем уровне всеми любимый нами такой вид спорта, как хоккей с шайбой. Три комплекта наград разыграют 17 команд юным хоккеистам, мальчишкам и девчонкам от 8 до 14 лет. Матчи проходят по понедельникам, вторникам и четвергам в спорткомплексе «Орбита» с 10 утра и до часа дня. Обладатели «Золотой шайбы» определятся 30 января. Это здорово, это замечательно, это увлекательно, это зрелищно. Поэтому, конечно же, открытие здесь, а сами игры, вся серия игры будет проходить уже на крытом льду. Настроение прекрасное. В этом году мы впервые привлечены к организации соревнований. Мы занимаемся судейством, представлены будем в мандатной комиссии. Мы, наконец-то, в ноябре зарегистрировались в Минюсте. Работаем. У нас большие планы. Федерация хоккея «Самара» впервые за три года работы привлечена к организации городского турнира «Золотая шайба». Совместно с Департаментом спорта проведена масштабная подготовительная работа. Мандатная комиссия проверила документы игроков, их статус. В соревнованиях участвуют только любители. Спортивный лагерь «Олимп» взял на себя организацию проведения турнира в спорткомплексе «Орбита». Федерация хоккея «Самары» обеспечивает компетентное судейство. Арбитры обслуживают матчи профессиональных команд. И любительские соревнования обещали провести тоже на высоком уровне. «Всегда важно, что когда судят профессиональные судьи, потому что профессионал больше видит игру, видит то удаление, которое реально было удалением. То есть не то, когда он просто упал, а то именно, когда он упал и задел. То есть это уже мышление, это профессионализм. Мы уже не первый год работаем, потому что когда менее опытный судья пропускает два-три удара, там, например, все, ребята заводятся, ребята начинают агрессивную игру, потом и очень сложно выстроить в нормальный, хороший хоккей». Федерация хоккей «Самары» планирует в этом сезоне впервые за последние четверть века провести в областном центре городское молодежное первенство для спортсменов от 15 до 17 лет. И приглашает бизнесменов поддержать этот новый проект. Хоккеисты и родители игроков с нетерпением ждут эти соревнования. «Ребят 15+, не могут участвовать в соревнованиях, потому что они уже не подходят для золотой шайбы и не могут участвовать в турнирах для 18+. То есть в этом возрасте они, скажем так, просто тренируются и хорошо, если они остаются в этом хоккее. Зачастую, то есть ребят с хоккеем и расстаются. Несомненно, то есть турнир для 15+, он необходим. Считаю, что данные команды, они точно будут нормально представлены. У ребят очень много хороших. И это даст возможность ребятам дальше расти профессионально. То есть до 18+, стать уже настоящими хоккеистами уже взрослых команд. У детей и подростков длинная дорога во взрослый хоккей начинается в России с самого популярного любительского турнира «Золотая шайба». В нем дебютировали почти все великие игроки, в том числе и Вячеслав Фетисов, и Владислав Третьяк, а также самарские звезды – Валерий Дадаев, Александр Коновалов, Андрей Дадакин. Сегодня уже вспомняется 56 лет, с легендарного 64-го года, с легендарной победы нашей сборной в Австрии, в Инсбурге, на Олимпиаде над канадцами, когда представители команды пионерскую правду занесли, подарили шайбу. Кто-то из сотрудников вас говорит, ну, она золотая. И тогда возродился турнир. «Золотую шайбу» в Самаре в 2020 году открывали хоккеисты, которые в прошлом сезоне последний раз выступали в этом турнире. Юным спортсменам из команды «Союз» и «Сатурн» по 15-16 лет. Став совершеннолетними, они будут выступать в городской любительской лиге. А пока впереди у них еще пара сезонов молодежных соревнований. С каждым сезоном команда «Сатурн» становится более сильнее, более сложнее. Сыгранность появляется какая-то уже такая, кулак один появляется. На все делали, на все упор, на катание, на броски, на все. Если видим какой-то минус, то дорабатываем, стараемся. Агрессивная игра, более игра от атаки. Я считаю, что наша команда должна быть номером один в городе Самары. А молодежка клуба «Сатурн» к зимнему сезону готовилась с осени. Спортзал, легкая атлетика, игровые виды спорта. С наступлением морозов прибавились тренировки на льду. Парням не привыкать, рассказывает молодой тренер команды Юрий Круглов. Все они с первого класса играют в хоккей. Парни – постоянные призеры турнира, золотая шайба. Ребята с детства любят хоккей, играют. И в школу не дают такой возможности, уже поздно к ценам. А это отличная возможность показать себя и заниматься делом, которое тебе нравится. Есть у каждого шанс. Ты тоже пацан занимался в «Сатурне», сейчас в комиссии бегает. Первые пятерки играют нормально. Шанс есть у всех. Команда «Союз» – коллектив молодой. 20-летний тренер Евгений Иванов уверенно ведет молодых спортсменов к победам. Командный дух, азарт и любовь к игре – главная формула успеха «Союза». Поэтому они и повели в счете 2-0 уже в первом периоде выставочного матча на открытии турнира «Золотая шайба» против команды «Сатурн». Затем игра выровнялась, и до конца матча ни одна шайба не залетела в ворота соперников. Меньше стали бросать, я думаю. С первого периода неплохо начали, а потом что-то стали мудрить и немножко меньше забили, чем хотели. Эта игра была для команды долгожданной. С учетом того, что здесь праздничные дни, и не все ребята могли собираться на тренировки регулярно, конечно, игра стала довольно-таки тяжелой. Но ребята проявили характер, показали характер, показали командный дух. В принципе, считаю, что сыграли по игре две равные команды. Второй и третий период после смены вратаря в нашей команде мы сыграли на ноль. Причем ребята имели шанс все-таки забить и сравнять счет. Немножко не получилось. Пришли посмотреть выставочный матч молодежных команд и начинающие игроки «Золотой шайбы». Сергей Пугачев на коньках катается с детского сада, во дворе играл в хоккей. И только в 13 лет записался в команду «Чайка». Клуб Красноглинского района титулованный и старейший в городе. Бессменный обладатель «Золотой шайбы» в Самаре последние 10 лет. Молодой спортсмен Сергей Пугачев волнуется. Это его первое соревнование по хоккею. Подвести легендарную команду не хочет. Надеется на удачный дебют. Ведь во дворе была совсем другая игра. Это мужская игра. И гонять шайбы во дворе, вот особенно у нас свои правила, это все-таки весело. Во дворе всегда не подбрасывать это самое главное правило, потому что почти все без всякой экипировки хоккейной специальной, вот, там больше не бортовать, все такое. Сейчас как-то страшно даже чуть-чуть. Но все-таки, думаю, будет все весело. Это даже не ради победы играется, а ради удовольствия самого. И, соответственно, все-таки, я не знаю, как играют другие команды, ребята уже все-таки знакомы как-то с их игрой. Мне все-таки как-то будет сложно подстраиваться под игру. Молодые самарские хоккеисты берут пример с молодежной сборной команды страны. Они гордятся, как молодежка сыграла в финале чемпионата мира в новогодние каникулы. Хоть и проиграли родоначальникам хоккея с шайбой к канадцам, но проиграли достойно – 3-4. При том, что вели в счете в середине третьего периода 3-1. Надо с них пример брать и учиться тому, что они умеют. Ну, они молодые, но уже мастера. Андрей Руденко в игре 3 года. Все началось с телесериала про хоккей «Молодежка». Увидев бравых парней, Андрей захотел быть похожим на них. Мечта сбылась. Теперь он играет за один из лучших городских любительских клубов «Союз». Но останавливаться на достигнутом не собирается. Его кумир сейчас уже не киногерой, а ведущий игрок молодежной сборной России. Мне симпатизирует игрок Романов, 26-й номер, Александр. Он защитник первой пятерки. Он очень быстрый и стабильный защитник, на которого можно положиться. Я беру с него пример. Дмитрий Копков в команде «Союз» отвечает за подготовку голкиперов. Выстроил процесс, как у профессионалов. В летом в отсутствии льда занимались на набережной вортари. Проходили подготовку как в классе по тактике, так и в спортивном зале растяжка. Также в летний период были учебно-тренировочные сборы в городе Нурлад, где физподготовка ставилась на высокий уровень. Также специальные упражнения для вортарей по катанию, по растяжке, по реакции. В вортарей сейчас в команде «Союз» примерно 6 человек. У Самарского Союза цель одна – становиться чемпионами в разных соревнованиях, начиная от всероссийского суперфинала турнира клуба «Золотая шайба», заканчивая первенствами города, области и Поволжья. Уже несколько лет в команде «Союз» есть очень хороший опыт. Раз в сезон ездить на большие российские турниры, мы любительских клубов играем непосредственно с профессиональными спортшкольниками, как их зовут, со всей России. И в этом году у нас планируется поездка в город Балакон на такой турнир. Никита Мухин – игрок «Сатурна» в хоккее уже 11 лет. Прошел как профессиональную школу, так и любительскую. Мечтает и в молодежке добиться высоких результатов. Силы времени для тренировок не жалеет. В начале я начал заниматься в ЦСКА ВВС. Занимался там, по-моему, 2-3 года. Потом, после, ушел уже в «Сатурн». В хоккее играют настоящие мужчины. Хоккей – мужской вид спорта. Стремимся повысить свои навыки, быть как наши чемпионы. В Самаре хоккей уже не просто забава. Подростки и молодые люди выбирают этот вид спорта, чтобы добиться в нем серьезных успехов. Сегодня маяком для юных спортсменов служит Семен Варламов – галкипер Нью-Йорк Алендерс из Национальной хоккейной лиги. Развивать хоккей в областном центре Федерации хоккея Самары помогают на всех уровнях власти. Есть для этого хорошая перспектива развития. В этом нам серьезным образом помогает правительство Самарской области, лично губернатор Дмитриевич Азаров. Ну и я думаю, что уже через год мы уже видим контуры. В Самаре на прежнем месте появится наш легендарный, но уже обновленный дворец спорта, который даст нам возможность поднимать не только массовый хоккей, но и хоккей высших спортивных достижений. Мы мечтаем и эту мечту продвигаем, чтобы у нас в том числе появился и муниципальный лед. У нас есть уникальный центр Олимп, собственно, устроителем сегодняшнего мероприятия, который является. У нас есть уже предпроектные эскизы. Мы его уже там видим. Пройдет немного времени, и я уверен, что мы реализуем этот проект. Я бы на 50 тысяч. У нас есть хороший пример тому. Это родина хоккея, это Америка, Канада. И подтверждением тому, как говорят, смотри на табу, молодежка Канада стала чемпионом. Как говорят в Канаде, спят в коньках. Поэтому не спать в коньках, но кататься на коньках самарцы должны. В 2020 году за призы турнира «Золотая шайба» в Самаре сразятся в трех возрастных категориях 17 команд. Это «Авиатор», «Запонской», «Звезда», «Медведи», «Меридиан», «Сатурн», «Союз», «Фортуна», «Чайка», «Ястребы». Одни титулованные соперники, другие на соревновательный лед вышли впервые. Но у всех есть шанс показать красивый, интересный и зрелищный хоккей. А кто станет чемпионом, покажет мастер спорта. А на сегодня это все, но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин, и помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова